На сцене как трехлетние малыши, так и самые старшие члены семьи. И это само за себя говорит о связи поколений. А многонациональный фольклор поражал своей богатой и прекрасной историей, которую передавали артисты. Если некоторые семейные коллективы использовали стилизованные костюмы, то были и такие, которые для знакомства с традициями своего народа прибегли к стопроцентной оригинальности в нарядах. У кого-то от бабушки достались, у кого-то от родственниц. Есть стилизованные, но старинные мы одеваем на более такие концерты, связанные не с гастролями, а где нужно показать именно старину, древность, где нужно петь вот такие аутентичные песни. Башкортостан в качестве одной из площадок фестиваля был выбран не случайно. В республике проживают представители более 160 национальностей. Творческие коллективы уже побывали в республиках Мордовия, Удмуртия, Марий-Эл. Многие гости не раз бывали в нашей республике, а некоторые признали, что их профессиональная деятельность начиналась именно здесь. В Калтасинском районе, в Большом Качаке, в Удмурской деревне. И вот спустя столько лет снова оказаться в гостях и уже в другом ракурсе очень приятно. В этом году международный фестиваль «Финно-Угорский транзит» проходит под эгидой семейных традиций. Со слов участников, для них это не просто совместное творчество, это образ и уклад жизни. Так, творческий тандем Дмитрия Ильи Лекомцевых, благодаря тому, что сыновья практически с рождения находились с родителями на сцене, незаметно перерос в семейный ансамбль. Если мы на работе, детей на выходные некуда девать. Естественно, они с нами. А чем заниматься? Выходи с нами на сцену, переодевайся, бери инструмент какой-нибудь. И все так и само собой получается, что человек, то есть ребенок, вовлекается в праздник, в действие, в песню, в обряд. Дмитрий Илья уверяет, что при этом нет никакого принуждения. Дети с пеленок впитывают эти семейные ценности, традиции, культуру. Таким образом, для них складывается понятие об институте семьи. В этом и есть цель мероприятия – сохранение культурного наследия, возрождение семейных традиций. Семья – это самое дорогое, что есть в жизни каждого у нас. Это то, ради чего мы стремимся к лучшему, живем, работаем и так далее. Поэтому, конечно, вот эта тема нас заинтересовала. Тем более, что семейных коллективов, как оказалось, достаточно очень много во всех регионах России. В общей сложности в галоконцерте «Финно-Угорский транзит» приняли участие семейные творческие коллективы из Удмуртии и Башкортостана. Своё мастерство и талант представили и местные коллективы – «Выжикум», «Млечный путь», «Дружба» и «Тангаур». Мы собрали наибольшее количество участников. Это планировалось 12 семей, но, к сожалению, сейчас сезон болезней. Две семьи у нас не смогли приехать, потому что заболели. Поэтому сегодня мы будем представлены 10 семейными коллективами. Каждая семья показала свою культуру, традиции, самобытность. Благодаря концертной программе зрители могли увидеть красоту, многогранность, мудрость и эмоциональность языка и танца разных народностей. Марина Медвинская, Никита Кабанов. Информационная программа «Ежедневник». Продолжение следует...